В последние годы Архиз стал настоящей мегой для проведения всевозможных форумов и фестивалей. Здесь обсуждают молодежную политику, развитие предпринимательства и туризма. Но сегодня здесь все иначе. Повсюду звучит музыка. В Архизе проходит фестиваль бардовской песни «Горные вершины». Фестиваль имеет статус всероссийского. В 2021 году ему присвоено имя Юрия Висбера. В сохранении традиции отечественной бардовской песни – главная задача фестиваля, но не единственная. Цель и задачи очень просты. Это поддержание, популяризация данного направления, как авторской бардовской музыки, авторского бардовского исполнения. Это, конечно же, новые знакомства, это расширение географии фестиваля. Состав участников «Горных вершин» очень представителен. В нем принимают участие около ста человек из самых разных регионов России. География очень большая. Это всероссийский конкурс. С Алтая были участники, как вы знаете. Северный Кавказ, Адыгея, Южно-Федеральный округ. СКФО, Ингушетия была, Кабарна Балкария, Карачаево, Черкесия, Болгоград, Ставрополье. То есть география огромная. Попробовать силы в конкурсном испытании, себя показать и других послушать. В Архиз приехали и новички, и маститые исполнители, призеры всероссийских фестивалей. Все заявки, которые были поданы на данный фестиваль, проходили определенный отбор силами специалистов Государственного Российского Дома Народного Творчества и Республиканского Центра Народной Культуры. Хотелось бы сказать, что фестиваль набрал определенный рост. К нам стали приезжать профессиональные исполнители авторских песен, профессиональные исполнители песен Висбора, Высоцкого. Можно констатировать тот факт, что фестиваль растет не только в масштабах, но и в творческом направлении. Фестиваль «Горные вершины» из тех музыкальных слетов, по которым скучаешь весь год, ожидая и готовясь к новой встрече. За прошедшие годы у него появились постоянные участники. Например, Народное литературно-крустческое объединение «Кубань» города Небиномыска. На фестиваль в Карачаево-Черкесию артисты приезжают каждый год. Мы очень любим «Горные вершины» и с радостью к вам приезжаем. А что в них такого? Это дух, это единение. Здесь приятно быть, здесь приятно общаться. Это иной мир, это мир людей некоммерциализированных. Несмотря на разницу в возрасте, в Кубани все люди творческие. Авторские песни у них особенные. Егор поет, да? Да обломается обиду таящий, блокнот на завтра повод не записавший. По полкам знания, по распорядку дня, и каждый день очередная фигня. А за окном кричали чайки, и какая-то тетя. Молоко, молоко, молоко. Не первый раз в Карачаево-Черкесии и Народное литературно-творческое объединение «Шестое чувство» из Пятигорска. Говорят, в горах им поется особенно хорошо. Мы привезли авторские песни. Хочется, чтобы молодежь продолжала наши традиции. Ведь авторская песня – это действительно наша душа. Очень интересно мне петь. Прежде всего, я сам получаю удовольствие, но оказывается, мы еще и доставляем удовольствие зрителю. А вы знаете, это очень важно. Ведь без зрителя мы кто? А никто. Ведь мы просто между собой. А когда у зрителя возникают вот такие вот глаза, и благодарность звучит, боли-то бывают не только на словах, а взглядом. Как это важно быть. Это просто дорогого стоит. Так давайте это все печь, Ожидая новых ярких встреч. Авторскую песню к небесам, Эстафетой и юным голосам, Авторскую песню к небесам, Эстафетой и юным голосам. А вот гость из далекого Алтая на сцене, можно сказать, новичок. В Карачево-Черкесии он в первый раз, и сразу победа. Андрей Инютин стал лауреатом второй степени. К музыке у Андрея отношение трепетное. К авторской песне осудяно. Это довольно-таки мощный пласт, объединяющий в себе совершенно разных людей, людей разных национальностей, разных культур, вероисповеданий, социальных пластов, совершенно разных людей. Для меня это новый мир, потому что стихи, конечно, мы все писали когда-то в молодости, но вот опыт именно написания песни и опыт участия вот на этом фестивале, для меня это действительно новый мир. Здесь никто никому ничего не доказывает. На фестивале «Горные вершины» его участники пишут своеобразную летопись жизни, рассказывая в своих песнях о том, что их волнует. О горе и радости, о скоротечности жизни, о счастье и радости, говорят супруги Калмыковой из Черкеска. Александра и Оксана – знаменитый дуэт. Зрители всегда их встречают с восторгом. На их счету немало побед. В 2001 году они стали оплодателями гран-при в фестивале-конкурсе «Ростовская весна». Авторская песня – это не просто песня, а состояние души человека, его философия жизни. Творчество о любви и жизни. Творчество, собственно говоря, это мой путь, который мне удалось вот до этих лет пройти. Там были и радости, и какие-то грустные моменты. Мне кажется, что, когда ты пишешь именно об этом, люди, которые слушают это, они воспринимают какие-то житейские ситуации, которые были в их жизни. И они отзываются. Они видят не то, что ты поешь, они видят себя в этом. Специально для зрителей «Россия-1» мы поем эту песню Владимира Семеновича Росацкого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много-много-много-много раз Да еще раз Да еще много-много раз Свой шанс на славу каждый использует по максимуму. Жюри терпеливо слушает и что-то записывает в блокнотах. Оценивать выступления участников непросто. Все как на подбор, люди талантливые. Вот и наш знаменитый земляк Борис Турклиев попал под обаяние артиста. Нелегко ему их судить. Это сейчас он член жюри. А ведь когда-то он тоже был простым исполнителем бардовских песен в горных вершинах. Самое удивительное, что действительно уровень растет. Конечно, как представители команды жюри у нас всегда были требования, мы могли и критиковать, но в этот раз очень большое количество дипломантов, было и лауреантов. Душевная атмосфера и замечательные песни. Благодарность, аплодисменты и крики браво от зрителей. У них одна на всех любовь к гитаре и бардовской песне. Мы очень хотели посетить этот фестиваль. Понравилось? Очень. Великолепные участники, такой состав, такие песни. Они, не знаю, играли, пели. Такое настроение. Просто великолепно. Мы слушали вчера с упоением, правда, на самом деле. Нам очень понравилось. Мы не участники, мы просто болельщики. А за кого болели? Мы болели за всех. Ну, правда. Все люди талантливые. Все, кто выступал, спасибо большое. Ученый-астрофизик Николай Шулахов специально приехал на фестиваль вместе с внуком приобщать его к настоящей культуре. Настраивает такой лад, потом воспоминания того же Висбора, того же Высоцкого, тогда, так сказать, мою юность, мое восхищение. Итоги подведены. Среди победителей оказалось и чета наших старых знакомых. Пусть не первое место, второе, супругов Калмыковых это не расстроит. Мы от души делаем, поэтому не важно. Первое, второе, десятое место. Самое главное, что есть горячие глаза, есть люди, которые чувствуют это и откликаются. Это самое важное. Тиберда, Тиберда, голубая вода, серебристый напев над водой, Тиберда, Тиберда, Бардовская песня стала одним из видов искусства. Это свой мир, маленький уголок вселенной, наполненный глубоким смыслом, что в очередной раз и доказал прошедший фестиваль. Наполненный новыми впечатлениями и положительными эмоциями, гости фестиваля уезжают домой, но обещают обязательно вернуться уже в следующем году с новыми песнями. От имени всех участников хотелось бы сказать огромное спасибо Артему Александровичу Разину, руководителю РЦНК, потому что без него мы не попали бы в такой чудесный отель. Моревский – удивительное место. Я с Тиберды, с Донбая знаю этот фестиваль, но теперь в Архизе. Это удивительное место, ему огромное спасибо и низкий поклон. В следующем году вернётесь? Вернусь, конечно. Конечно, если будет 33-й фестиваль и нас пригласят, конечно, мы вернёмся. Мне здесь очень понравилось. Приедете ещё раз? Постараюсь. Я очень постараюсь.